Георгий Алексеевич, Вы являетесь заведующим хирургического отделения, где сейчас происходят эти события? События во всей Балиице происходят, к сожалению, во всем здравоохранении нашего города, не только в моем отделении. Оно выплеснулось уже даже на улице. Массовое движение медиков протестное. Дело не в моем отделении. У нас, конечно же, проблемы основные возникли, кадровые проблемы, возникли в двух отделениях. Хирургии и в анестезиолого-реанимационном отделении. То есть именно из этих двух отделений начался массовый отток кадров, что привело... То есть люди стали увольняться? Да, люди стали увольняться. Это преимущественно молодежь или это пожилые? Преимущественно это молодежь. А в чем причина? В чем Вы видите причину такого оттока? Причина оттока в низких зарплатах прежде всего. Георгий Алексеевич, я слышал, что Ваши медработники хотят уволиться всем составом. Это правда? В случае, если наши требования не будут выполнены, то практически, да, практически всем, ну, в большинстве своем люди готовы уйти в протестную массовую уволиться. Чем это чревато для Вашего медицинского учреждения? Ну, это нетрудно догадаться, если, в общем-то, в городе не станет вообще хирургов и операционных сестер, постовых сестер, ну, остановка, хирургическая служба, я не знаю, кто будет, где сразу массово можно набрать столько специалистов, чтобы закрыть это звено. Ну, да вот, Вы можете посмотреть график, на августе я вот только составил, вот 10 дежурций его закрыто хирургами, остальные 20 на август уже не закрыты. То есть не хватает людей? Не будет дежурных хирургов. Да нет, не совсем так. Людей стало мало, но, в принципе-то, при нормальной обстановке мы могли бы закрыть эти дежурства. Но, вот я написал рапорт главного врача, но в связи с тем, что развалом полнейшим отделения анестезиологии и реанимации, там не будет дежурных анестезиологов и реаниматологов. И поэтому в эти дни, когда их там не будет, я, мои хирурги, отказались дежурить, поскольку это уже, в общем-то, при определенном стечении обстоятельств может подпасть под уголовную ответственность человек по статьям Уголовного кодекса 124-125, да, это не оказание помощи пострадавшему или не оставление в опасности. Я о чем говорю? Допустим, хирургу, травматологу, да, и любому, и гинекологу, да, и кардиологу, да, если лечь идет об инфарктах, могут привести сюда тяжелого больного, скажем, ДТП, да, ножевое ранее, тупая травма. И станет вопрос, отдача нас сделает сопособие, а специалиста нет. Значит, второй специалист должен будет принимать для себя решение транспортировать больного куда-то в ближайшее лечебное учреждение. И если такой больной просто по пути скончается, ну, я думаю, что под уголовную попадет ответственность именно тот дежурный хирург, который больного отправил. Ну, и оставив больного, он просто не в состоянии будет оказать ему адекватную помощь без анестезиолога. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я вас понимаю, Георгий Алексеевич. Скажите, голодный врач, это может считаться дееспособным настоящим врачом? Да нет, конечно, если у врача все думки о хлебе насущном, ну, конечно, ему некогда не читать ни книжки, ни самосовершенствоваться, в общем-то. И все вот, если масса дежурств, там, у человека молодого, там, 10-15 дежурств, ну, когда ему читать эти книги совершенствоваться? Ему нужно выспаться, поесть, поспать, да и опять идти на работу. Конечно, нет. А верите ли вы в то, что платная медицина спасет положение? Нет, конечно. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что большинство населения нашего, ну, не только города России, матушки, ну, сами знаете, что далеко, даже не на среднем уровне достатка, да, и далеко не каждый может позволить себе обратиться в частную клинику, да, особенно за хирургической помощью, да. В общем-то, частная клиника у нас одна, но они не оказывают неотложную помощь, вот о чем речь. Планово, да, можно, если у вас есть деньги, ну, можете там оперироваться, а вот неотложную помощь оказывает только Каменская ЦГБ. При этом нужно учесть, что Каменская ЦГБ, это, в общем-то, самая крупная больница на севере области, является межтерриториальным центром. А скажите, как у вас обеспечена больница медицинскими препаратами, медикаментами? Ну, в общем-то, ниже среднего уровня. Это новейшие препараты, которых нам требуются с телевизора? Господи, ничего у нас этого нет, у нас банальные препараты, но дело в том, что нам, ну, с устного распоряжения главврача не выдают уже в течение пяти месяцев антисептики, потому что главный врач предъявил заведующему такой вот странный, так сказать, претензий, прямо скажем, почему у нас такой большой расход фороцелина, это антисептик, да, в течение года на 800 тысяч. Ну, о чем я сказал, что это, в общем-то, не к нам вопрос, а, наверное, к расчетчикам, я не знаю, сколько денег они трачат на приобретение этих антисептиков, да. Ну, мы не выливаем их ведрами, не воруем, понятное дело, эти антисептики. И сейчас у нас, несмотря на то, что мы постоянно подаем заявки, нам их вообще не выдают, вообще. И нам приходится, в общем-то, мыть гнойные раны, да, гнойные полости, перитониты, амплевриты гнойные, пиен, про маль, вообще из раствора, то есть практически водой. Ну, тоже преступление. То есть примитивными методами, дедовские методы. Да, это не примитивные методы, это, в общем-то, ну, водой, если гнойную рано, как это назвать еще, я не знаю. Скажите, вот я был в вашей больнице примерно больше 10 лет назад. Я обратил внимание, что ничего не поменялось. У нас такие же обшарпанные стены, а в чем проблема-то, что до вас не доходят деньги или... Ну, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да, финансирование больницы со стороны муниципалитета отсутствует до 100. Вы же сказали, это одна из крупнейших больниц на... Да, это крупнейшая больница на Севере области, совершенно верно. Георгий Алексеевич, а что это перед вами? Это, вот, собственно, заявление об уходе, и мое заявление, и моих сотрудников, всех врачей, всех операционных сестер, палатных сестер... То есть намерения уволиться серьезные? Да, конечно, если мы не решим эту проблему, и больница остановится до нам, собственно говоря, и работать-то негде будет, если больница превратится... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, или ее банкротят, или куда ее ведут, я не знаю. Но уже в августе будет катастрофа и с хирургической службой, и с реанимационно-энестезиологическими. А вы обращались к президенту? Да, ну, мы по администрации президента обращались по поводу невыплат в ковид-госпитале, согласно его указу, и постановлению правительства 678, да, об оплате по факту. Какая была реакция? Отправили в правительство Ростовской области, дальше пошло на замминистра по этим вопросам, и все снизошло объяснением нашей администрации, на этом все. В народе это называют от футболя? Да, ничего люди не получили, в общем-то, и два раза. Второй раз мы опять отправили, они опять в правительство Ростовской области, и там месяц надо ждать, второй раз мы уже... Ну, нам уже некогда ждать, но сейчас речь идет не о меркантильных интересах, не о деньгах, вот что я хочу подчеркнуть, не о деньгах. Мы сейчас, в общем-то, стоим на том, что надо прекратить это безобразие, нам надо остановить отток кадров. Отток кадров. И мы что требуем от мэра, чтобы новый главный врач был все-таки из местных, из наших достойного человека. Их много людей, на самом деле, имеющих соответствующий сертификат, и среди них есть, на мой взгляд, достойные люди, которые... Это не я, совершенно не я. Ну, те, кто местные, то есть ваш главный врач, он не является местным, я правильно понимаю? Нет, это присланы к нам из Волгодонска, вот, сам он ростовчанин, я тоже ростовчанин, в общем. Какая-то хитрая система. Зачем присылают с таких далеких мест, если есть свои люди? Ну, вот он заведовал маленьким отделением рентген-кардиохирургии, то есть у него нет опыта руководством даже такого структурного подразделения, как мое, у него подчинение всего было два врача, две сестры и один санитар. И вот такого некомпетентного человека ставят сразу на такое большое хозяйство, и он принялся рьяно заниматься реформами, которые привели к такому плачевному состоянию в больнице. Прислан с целью открытия в Каменске сосудистого центра. Центр до сих пор не открыт, но, в принципе, это дело-то неплохое, если он действительно заработает на полную мощь, то он будет, конечно, хорошо зарабатывать и для себя, и для больницы, но центр до сих пор не открыт. Ну, мы сейчас не о центре-то разговариваем, а просто непонятно, зачем этот центр будет в Каменске, если не будет других служб, то есть не будет просто больницы, он просто станет не нужен никому, это понятно. Вы, пожалуйста, посмотрите, тут вообще ремонт не производился, я не знаю, сколько лет. Производится уже, больница просто разрушается. Давно в городе нужен новый хирургический корпус. Ну, а вы не можете предположить, в чем причина кризиса? Что происходит сейчас? Почему такая стагнация в нашей стране, не только в медицине, а везде? Ну, вы знаете, для этого я должен выступить с двух-трехчасовым обращением, скорее всего, чтобы забраться в причину. А в кратко, кратко? Ну, кратко не получится. Шекспир еще сказал, неладно что-то в датском королевстве. Спасибо. Конечно. Вы знаете, очень понятно объяснили. Мне за что. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok